Темная «Шкода» по Танкопии ехала со стороны Богдана Хмельницкого. Очевидцы рассказывают, что после столкновения с двумя машинами иномарка врезалась прямо в этот столб. После этого машину резко развернула и выбросила на обочину. Спустя шесть дней на месте аварии все еще можно увидеть осколки разбитого стекла и тонировочной пленки. По собственной информации медиагруппы «Объектив» известно, что за рулем «Шкода» был сотрудник милиции. 26-летний оперативник Фрунзенского райотдела. Как сообщил нам источник, водитель, старший лейтенант милиции, был пьян и с места ДТП сбежал. Его пассажира, тоже милиционера и тоже выпившего, с травмами доставили в неотложку. Но очевидцы аварии, рабочие магазины напротив, уверяют, что скорая забирала именно водителя иномарки. Говорят, перед столкновением со столбом он выпал из машины на дорогу, а пассажира они вообще не заметили. В городском управлении милиции подтвердили, что пассажир «Шкоды» действительно милиционер, только бывший. Мол, еще до аварии его уволили за нарушение служебной дисциплины. По информации «Объектив новостей», правоохранитель действительно подал рапорт об увольнении еще в феврале. Только руководство его еще не подписало. И в этот день милиционер был на работе. А вот кто вел иномарку в тот день, милиция спустя почти неделю после аварии так и не выяснила. Значит, данный автомобиль оформлен на жителя города Харькова 1960 года рождения. И управляется кроме него еще двумя лицами, на которые выписаны доверенности на управление данным автомобилем. Обстоятельства и личность водителя, находившегося за рулем автомобиля «Шкода Октавия», в настоящее время выясняются. Почему за неделю правоохранители не выяснили, кто был за рулем иномарки, если на месте было немало свидетелей, в милиции не уточняют. Даже не говорят, есть ли среди доверенных лиц на вождение «Шкоды» милиционер. Правоохранители настаивают, пока не закончат следствие и не опросят всех участников ДТП, информацию оглашать не станут. Ольга Коростелева, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».